Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. Универсалы в СССР были очень востребованы. А так как выпускали их в небольшом количестве, они были мечтой для многих. Одна из таких машин ВАЗ-2104. Эта модель сошла с конвейера Волгского автозавода в 1984 году. Она была наследницей первого ВАЗовского универсала «Двойки». В 80-е в моду входили дальние автопутешествия. По этой причине конструкторы, создавая четверку, решили сделать ее более современной, удобной и надежной. Внешние изменения налицо. За основу взяли седан ВАЗ-2105, поэтому передняя часть идентична. Резкие угловатые формы. Тогда это было модно. Прямоугольные большие блок-фары. Стоп-сигналы тоже своеобразные. Они были скомпонованы с габаритными огнями и поворотниками и расположены вертикально. Поменялся и салон. Визуально он кажется более просторным. Обновилась передняя торпеда. Сиденья со съемными подголовниками, обитые искусственной кожей. Треугольные форточки отсутствуют. Внутренняя жесткая обшивка дверей выглядит более современно и лаконично. Двигатели на четверку устанавливались с разными объемами. 1300, 1500 и даже 1600 кубиков. На нашей тестируемой модели мотор с объемом 1500 кубических сантиметров. Это двигатель от третьей модели «Жигулей» с мощностью 70 лошадиных сил. Работает на 92-м бензине. Ходовая часть осталась прежней. На четверке для увеличения грузоподъемности пружины ставили более жесткие. Тормоза спереди дисковые, сзади барабанные. Диаметр колес не изменился, а вот ширина увеличилась. На ходу четверка демонстрирует все достоинства заднеприводных машин. Идет мягко, разгоняется легко, хотя немножко шумновато из-за увеличенного размера салона. В поворотах машина дорогу держит хорошо. Четырехступенчатая коробка передач скорости переключаются легко и точно. Основное преимущество универсалов – это, конечно, внутренний объем салона. Вес груза не всегда играет решающую роль. Поэтому 1000-литровый багажник – несомненно козырь этой модели. Сюда можно было впихнуть не очень тяжелые, но крупногабаритные вещи. Начиная от спортинвентаря, заканчивая большими коробками и провизией для дачи. Именно за это четверку любили и грибники, и рыбаки, и путешественники. Это был последний заднеприводный Тольяттинский универсал. И в 2012 году выпуск четверки был прекращен. Следующая модель стала переднеприводной. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Тольяттинский универсал.